Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и рукодельники! Я рада приветствовать вас на своем канале Творческая мастерская Креатив. Мы продолжаем с вами шить многоярусную юбку для текстильной куклы. Сегодня у нас вторая часть, которая посвящена пошиву юбки. В первой части нашего мастер-класса мы с вами сделали расчет оборок, ярусов. Все это раскроили на ткани. Первую часть вы можете посмотреть по ссылочке в описании. Если вы хотите пошить саму куклу, у нас в закрытом клубе есть подробный двухчасовой мастер-класс. Ссылочку на клуб я тоже оставила в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там вы найдете готовые работы, которые сделаны в нашей творческой мастерской Креатив. И не забудьте подписаться на наш YouTube канал, а также включить колокольчик, где вы будете знать о выходе новых мастер-классов на канале Творческая мастерская Креатив. А теперь давайте приступим к нашему мастер-классу и будем продолжать шить многоярусную юбку для нашей текстильной куклы. Ну и теперь нам осталось с вами построить, нарисовать на ткани нижнюю оборку. Вот последнюю нижнюю оборку длиной 16 см, шириной 90 см. У меня добавила 30 см, все-таки у меня батист, он мягкий, я поэтому сюда добавила 30 см. Если вы будете ставить сюда более жесткую ткань, можете добавить 25 см. Это уже зависит тоже от вашей ткани. Я буду откладывать 96 см. Ну, нижнюю оборку я буду делать с белого батиста, он у нас не имеет лица изнанки. Все, я складываю пополам. Смотрите, как всегда, складываем пополам. Здесь у нас долевая, здесь у нас поперечная и начинаем вырезать последнюю нижнюю оборку. Здесь я также делаю край, срезаю. И здесь, смотрите, такой момент. Я на последнюю нижнюю оборку хочу поставить такое кружево. Это кружево у меня будет где-то 2 см шириной. Вот 2 см это кружево шириной, а оборка у меня 16 см. Значит, смотрите, я от 16 см отниму 2 см на вот это вот шитье. Если у вас шитье шире, значит, вы от этой мерки отнимаете шире длину этого вашего кружева. Или ширину шире вот этого кружева. Значит, я буду делать 14 см плюс припуски на швы. Откладывая, здесь мы с вами нарисовали линию, откладываем отсюда, от этой линии 1 см. Проводим линию. И от вот этой линии припуска мы с вами будем откладывать 14 см. 14 см, здесь 14 см и здесь 14 см. И эти наши точки соединяем. Вот у нас с вами получился такой отрезок. Еще раз повторяю, что я отложила не 16 см, а 14 см, потому что у меня шитье еще 2 см. То есть, если мы эти 2 см пришьем к нашим 16 см, у нас получится 18 см. Юбка получится не 40 см, а 42 см. В принципе, это не смертельно и не критично. Можно все оставить так. И откладываем припуск 1 см. Вот у нас такой получился отрезок. Теперь смотрите. У нас здесь с вами 96 см вся наша нижняя оборка. То есть, у нас, если разделить пополам, это получается 48 см. Мы должны. А у нас с вами здесь 26 см. Значит, я должна вырезать еще одну такую. Такой отрезок вырезать здесь. Сейчас я вырежу этот отрезок. И дальше будем вырезать второй. Здесь у нас все нормально. И я больше ничего не рисую. Я просто накладываю этот отрезок. Накладываю на этот отрезок. Все выравниваю, чтобы не было лишних линий, мела. И просто по этому отрезку отрезаю методом накладывания. Все. Отрезала. Теперь мы с вами будем скалывать. Развернем эти наши отрезки. Булавочкой сколем. И будем здесь с вами откладывать 48 см. Немного подвинем. Чтобы у нас эта стачка... В принципе, можно не подвигать. Можно вырезать... Не делать стачку. Здесь просто застрочим. С этой стороны застрочим. И с этой стороны. Давайте отмерим. Здесь 48 см. Вот я сейчас вам так... Чтобы было более видно и наглядно на этой стороне, на которой нарисована. Смотрите, я откладываю здесь сантиметр на припуск. У меня немножко больше, чем сантиметр. Сейчас я его немного выровняю. Срезок. Выровняю. И отсюда, от вот этого припуска, в эту сторону, я буду откладывать 48 см. У меня как раз, видите, 48 см. Вот. 48 см. Здесь мы проводим линию. И здесь делаем припуск 1 см. Для того, чтобы стачать срезы. И отрезаем лишнее. Лишнее отрезаем. Здесь мы будем с вами тоже стачивать. И здесь мы будем с вами стачивать. Книзу мы с вами будем пришивать вот такое вот шитье. Это мы с вами сделали нижнюю юбку. Все сложим. Шитье уберем. И теперь посмотрим, что у нас получилось. Давайте достанем наши ярусы всем. И начнем. Первый ярус с оборкой. Раскладываем первый ярус с оборкой. Второй ярус с двумя оборочками. И последняя у нас оборка большая. Это будет под... Пришита к тому ярусу под этой оборкой. И плюс внизу у нас с вами будет кружево. Вот такой бутерброд у нас с вами получился. Теперь мы с вами должны все это стачать. Здесь я на этом чертеже показала вам, что куда пришивается. Смотрите, красным. Эта оборка пришивается сюда. Эта маленькая оборка ложится на большую. Все пришивается сюда. И это все пришивается сюда. Это пришивается сюда. Все, я думаю, очень понятно. Чертежик этот я вам ссылочку дам под видео, чтобы вам было все понятно, когда вы будете кроить. Что непонятно, пишите мне, пожалуйста, в комментарии. Я всегда отвечу вам. И с большим удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Также подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Жмите колокольчик. А сейчас я вам расскажу, что мы должны сделать. Мы с вами должны стачать. Мы должны стачать с вами в первом ярусе этот шов и обметать обязательно. Больше пока здесь ничего не делаем. А в оборочке первого ряда, так как у меня здесь с клинышком, то мы делаем, стачиваем, стачиваем, обметываем и обметываем одну сторону. Обрабатываем или зигзагом, или оверлоком. И подворачиваем, делаем подгибочку, подстрачиваем. То есть у нас один срез должен быть готов, полностью обработан. Это что касается первого яруса. Второй ярус мы с вами стачиваем, обрабатываем. Здесь я буду делать бахрому, а у вас может здесь будет кружево, так что этому ничего не обрабатываем. В большой оборке мы с вами стачиваем сторону. Стачиваем здесь, обрабатываем и делаем подгибочку на 0,5. Так же как и в той оборке. И этот ярус мы с вами стачиваем и обрабатываем. Больше пока ничего не делаем. В нижней последнем ярусе мы с вами здесь стачиваем. Сюда мы пришиваем кружево, шитьё, пристрачиваем, обрабатываем и так же растрачиваем. Как растрачивать, вы можете посмотреть видео, где мы с вами шили штанишки для тильды. Там я очень наглядно показала, как растрачивается кружево, шитьё, чтобы оно потом, когда мы с вами пристрочили, обметали, вот так не стояло. Мы можем его вот так заутёжить, но со временем оно всё перевернётся, и вот это всё некрасивое будет у нас на лице. Так что мы идём с вами всё стачивать. Я построчила все наши оборки, ярусы. Вот смотрите, обметала внутри, прострочена, обмётано. Это у нас с вами первый ярус. Это у нас с вами второй ярус. И нижняя оборочка. Значит, смотрите, всё построчено, обмётано. Оборки обработаны, то есть обработаны оверлаком и отстрочены на 0,5, на 0,1. Там уже как вам удобно будет отстрачивать. Эту со второго яруса оборочку, я, как говорила, сделала такой бахромой красивой. Эту в горошек оборочку тоже. Край обработала и подстрочила. Это ярус второй. Здесь я только сделала внутри. Обработала, построчила шов и обработала срез. Здесь пока по вот этим сторонам я никакой обработки не делала. И последняя у нас третья оборочка белая. Здесь я обработала внутри. Пришила шитьё кружева на край. И расстрочила. Как растрачивать? Вы можете посмотреть видео мастер-классы, где мы с вами шили штанишки для куклы. Вот, в принципе, у нас с вами заготовлены оборки и ярусы. Но так как я всё сложила, и мне показалось, что у меня юбочка будет немножко не очень нарядная, я в своих хомячьих запасах нашла такое красивое шитьё и сделала к этой нижней оборке дополнительную оборку из шитья. На край я тоже пришила тесьму шитьё. Она подходит, сочетается с нижним краем юбки. И сделала по ширине нашей оборки. Вот можете видеть. И в длину я оборку у меня получилась в готовом виде где-то 10 сантиметров. Вот такие наши заготовки. Теперь мы с вами должны собрать юбку. Но прежде чем собрать юбку, мы с вами должны подготовить оборки, чтобы сделать на них сборку. Для этого мы с вами поступим таким образом. Смотрите. Первый ярус мы вообще сейчас пока не трогаем в данный момент. Мы его откладываем в сторону. Мы сборку будем делать на оборке первого яруса. Здесь мы просто прострачиваем с изнаночной стороны две строчки. Одну строчим, отступив где-то на полсантиметра от края. И вторую строчку мы строчим на лапку. Ну, тоже получается где-то полсантиметра. Строчка должна быть вкруговую, непрерывная. Их должно быть две. Одна и вторая. И ни в коем случае, чтобы строчка не рвалась. Потому что мы как будем делать, когда мы будем с вами делать сборку, если где-то строчка порвалась, то эта наша сборка получится такими некрасивыми, грубо говоря, кустами. Давайте же мы приступим с вами ко второму ярусу. Если я сказала, что первый ярус белый нам пока не нужен, сборку мы делаем только на этой оборке, то во втором ярусе мы с вами берем второй ярус наш белый. Лицевой стороной она смотрит нам в лицо. на нее одеваем, как бы одеваем нашу оборку в этот ярус. Желательно, конечно, шовчики складывать друг с другом. Вот у меня один шовчик. Как бы одели. То есть у нас получилось, смотрите, это лицо, это лицо, все лицо смотрит на нас. И одеваем с вами сверху еще третью нашу оборочку. Вот такой у нас с вами... Сейчас разровняем, хорошо оденем. Такой с вами у нас получился бутербродик. Обязательно вот эти все три шва среза, то есть мы с вами выравниваем. И у нас с вами получился вот такой не очень сложный бутерброд. То есть у нас, смотрите, лицо, лицо, и вот видите, лицо у нас второго яруса. И мы с вами должны проложить прямо через все эти три ткани, мы должны с вами положить эту строчку для сборки. Но прежде мы должны с вами немножко сметать. Потому что, когда мы начнем с вами строчить под машинкой, ткань может выскочить или сюда, или туда упасть вовнутрь. И получится неровно и некрасиво. И поэтому я вам предлагаю немножко прикрепить наши две оборки и этот белый второй ярус. я приметываю ниточками такого бежевого цвета. Никогда не приметывайте нитками красного, зеленого, черного. Они оставляют следы, особенно на белой ткани. И такими швами вперед иголку я с вами вот приметываю. Это я делаю такими вот большими даже стежками. это я делаю для того, чтобы когда мы с вами делали сборку, ткани не распались, не разлезлись в разные стороны. Закрепок я по окончанию нашей переметки не делаю, просто по кругу прикрепляю наши оборки. так приметала. И вот здесь вот я приметываю еще швом вперед иголку. Вот я приметала нашу с вами оборку. Все, приготовили нашу оборку для того, чтобы сделать сборку. Сборку мы будем делать с вами внутри. То есть, вот так кладем под машинку и строчим здесь одну строчку, здесь строчим вторую. это у нас тоже готовая оборочка. Значит, у нас готовая оборочка для сборки первого ряда, второго ряда. И сейчас мы сметаем с вами еще нижнюю оборку белую. Как я говорила, что я немножко украсила. Также это у нас лицевая сторона оборки, это у нас тоже лицевая. И мы как будто одеваем оборку сверху. по кругу. Вот так у нас. Видите? То есть, ярус у нас получается там внутри. Вот даже видно. А здесь у нас получается эта лицевая сторона и эта лицевая. А там все получается красиво обработано, расстрочено. Давайте приметаем еще и эту нашу с вами сделаем узелок обязательно, чтобы не расползлось. А закрепок я не делаю. После того, как я сделаю сборку, я эти нитки удалю. Срезы сравниваем и по кругу так, как набираем на иголочку, швом вперед иголку нитками бежевого цвета, голубого, розового. Ни в коем случае ни красного, черного и зеленого, так как эти нитки оставляют след, особенно на светлых тканях. И так по кругу мы с вами и наметаем. Я думаю, что вот это шитье, которое я немного украсила нижнюю юбку, будет очень нарядно смотреться на юбочке. Получилось как-то грустно. А теперь будет нарядно и красиво. Все. Иголочку в подушечку и расправляем. Вот мы с вами прикрепили нашу нижнюю оборочку. Сейчас все поравняем, чтобы было все ровненько. Вот прикрепили нашу нижнюю оборку и мы с вами будем делать строчку. Строчку будем делать внутри на нижней оборке. Еще раз повторяю, будем отступать где-то 0,5 от края, строчить одну строчку, потом на лапку строчим вторую строчку. Ширина строчки должна здесь быть четверка, должна быть большая, чтобы хорошая была сборка. И строчка должна быть единым целым по кругу, нигде не прерываться. Если у вас прервалась нитка, то значит лучше все распороть и все сделать заново. Так как на прерванной этой просточенной строчке, если прервалась наша строчка, сборка будет некрасива. Ну вот, давайте с вами сделаем сборку. Так, я собрала наши оборки, то есть, как собрала, я сделала строчку для того, чтобы сделать сборку. Это у нас оборка первого яруса, это первый ярус. Также я сделала сборку уже на втором ярусе, даже построчила и собрала. И также сделала на последней нижней оборке. Вот у нас с вами такие оборочки. Сейчас я вам покажу, как я собираю оборку. Смотрите, я построчила внутри. Видите, от края проложила на лапочку и здесь на лапочку. Никаких закрепок. Я беру две ниточки нижних. Вот видите, я беру вот вот эту вот беру ниточку и рядом с ней. Видите, вот эти вот две ниточки и начинаю аккуратненько, равномерненько, не тяну. Можно даже для удобства пока вывернуть на изнаночку и не тяну так аккуратненько. Распределяю, собираю. Не надо дергать сильно. Все по кругу мы с вами распределяем нашу сборочку. Можно потянуть с этой стороны. Вот вот эти вот взять две нижние ниточки и потянуть с этой стороны тоже. Видите, она очень хорошо собирается. Подтягиваем равномерно одну нижнюю верхнюю ниточку, чтобы сборка была красивая. И распределяем все по кругу. Вот еще можем чуть-чуть подтянуть. Ширина вот этого всего собранного вот это все, что я собираю, это ширина этого всего собранного должно равняться нашему верхнему ярусу. То есть мы собираем собираем и примериваем немного. Видите, нам еще вот сколько нужно собрать. Значит, сделаем сборочку еще. Распределяем здесь, чтобы было хорошо. Теперь можем потянуть с этой стороны. Тянем за те нитки, за которые начали изначально тянуть. За две, вот видите, вот так, за две ниточки. И распределяем красиво, ровненько. Не кустообразно, а так ровненько. Не так делаем, что здесь много сборки, там нет. Распределяем ее по мере распределения. И прикладываем к нашему верхнему ярусу. Смотрите, даже маленькая. Немножко мы отпустим и отпустим даже с небольшим припуском. Вот, пусть она даже будет немножко больше. Сейчас скажу, почему она должна быть немножко больше. За счет, видите, у нас здесь такой получился пропуск. Сборки нет, потому что закрепок делать нельзя. Мы здесь вручную с вами потом иголочкой сделаем красивую сборку. Так все распределили и теперь мы начинаем наши оборки приметывать к нашим ярусам. Я всегда пользуюсь наперстком. Я без наперстка не могу. мне как-то непривычно и начинаем приметывать наши оборки. Делаем узелочек и смотрите, начинаем приметывать. Еще раз немножко все проверяем и одеваем нашу оборку на наш ярус и приметываем к верхнему срезу. То есть приметываем к тому срезу, где у нас с вами будет поясок. Находим то, где у нас здесь начиналась и заканчивалась ниточка и делаем здесь небольшую сборочку. Здесь руками, потому что здесь у нас машиночкой немножко не получается сборка, поэтому поэтому и стараемся строчку приметочную строчку прокладывать между ниточками, где у нас сбор. И в то же время мы с вами можем одновременно расправлять наши сборки и приметываем. Я всегда приметываю, никогда не скалываю булавками и не строчу вместе с булавками, потому что нужно при шитье соблюдать какую-то элементарную технику безопасности. так как у нас машины электрические, иголки и булавки металлические, что иголка на швейной машинке металлическая, что булавки у нас металлические и чуть-чуть сильнее вы начинаете давить на педаль, начинает ускоряться ход машины и неизвестно как там попадет иголка на булавку попадет ли или не попадет ну как всегда она попадает и получается что у нас иголка машинная ломается хорошо, что она отскочит в сторону а так она может попасть в глаз и уже это будет очень неприятно и даже может привести к инвалидности и вообще при шитье лучше соблюдать элементарные правила иголки и булавки лучше хранить так вот в подушечке не поленитесь шейте себе маленькую небольшую подушку и храните там иголки булавки все острое ни в коем случае не берите иголки в рот не закалывайте их в одежду потому что это все у нас чревато очень серьезными последствиями так что берегите себя и шитье вам будет приносить только удовольствие ну вот я приметала оборочку к нашему первому ярусу к верхнему срезу сейчас вам покажу отрезаем видите приметала все вот у нас верхний срез здесь у нас внутри осталось первый ярус здесь мы будем с вами делать поясочек а дальше мы будем приметывать срезу то есть следующий оборк это мы все так завернем чтобы нам не мешало и вот сюда мы с вами приметаем вот эту нашу здесь приметаем две оборки раз два и нижний второй ярус как мы приметаем мы с вами это у нас лицо и это лицо и у нас нами должно лицо ложиться на лицо то есть ярус должен быть внутри вот так должно выглядеть вот вот наша оборка и наш второй с вами ярус два вместе не приметайте вот по кругу вот так вот оборки и наш второй ярус и по кругу ой то есть какой второй говорю и наш первый ярус второй вот ярус и по кругу мы с вами прометываем давайте я вам покажу узелочек я делаю так смотрите наматаю на иголочку и спускаю он получается маленький такой хороший узелочек можно даже чтобы вот этого хвостика лишнего не было мы его отрежем и мы с вами тоже когда мы приметываем вот здесь вот у нас с вами видите получилось где нет сборки здесь мы с вами немножко сделаем такие складочки и их заметаем и по кругу аккуратно расправляя распределяя нашу оборку красиво равномерно мы с вами приметываем приметываем первый ярус и наши две оборки и второй ярус я также уже говорила что нитки для приметки мы берем или голубенькие или розовые или вот такие светло-светло-бежевые как у меня не надо приметывать красными зелеными особенно черными остается когда вы начинаете удалять эту наметку то у вас остаются такие полоски следы от этих ниток потому что эти нитки крашеные очень краситель у них сильный вот так по кругу аккуратненько приметываем не очень мелкими стежками такими умеренными чтобы нам потом можно было с вами удалить все эти нитки и было удобно если мы меленькую сделаем с вами наметку то будет очень сложно ее вытащить вот такую средненькую мы с вами вот мы дошли с вами почти что до края здесь у нас с вами сборочка уже ручная получилась потому что здесь я вам показывал получается такие такой пропуск потому что там невозможно заехать машинную строчку на машинную строчку потом очень будет очень плохо тогда будет делать тянуть нитки для сборки поэтому мы это все с вами сделали вручную все сделали закрепку отрезали ножницами и иголочку как я вам говорила мы ставим в подушечку все приметали мы с вами смотрите у нас с вами приметан первый оборка с первой на первом ярусе примет у нас с вами оборочка голубенькая в горох и второй ярус и вот эту вот большую оборку третьего нижнего мы будем аналогично приметывать только только будем приметывать уже ее к низу второго яруса точно так как мы с вами приметывали эти оборки ну вот я приметала еще и нижнюю оборку ко второму ярусу и посмотрим что у нас с вами получилось что мы с вами вообще приметали очень красивое получается это прямо шитье так украсила юбку а так бы было вообще ненарядно хорошо иметь хомячьи запасы смотрите у нас значит с вами верхний ярус здесь у нас будет с вами поясок сюда мы приметали одну оборку вот у нас он первый ярус верхний к нему мы приметали нашу сложенную вместе одну оборочку вторую и все пришили к этому первому ярусу ко второму ярусу мы с вами пришили вот эту оборку новую и белую оборку вместе сложили и все вот так у нас должно получиться с вами внутри видите вот каждому ярусу видно белая нижняя оборка ко второму ярусу пришита и эта красивая цветная пришита к первому и здесь у нас для поясочка вот мы все сметали все подготовили и теперь мы с вами можем все это пристрочить обработать срезы строчить мы будем с вами по ярусу я вот вам еще раз говорю не строчите по оборкам оборка вот так крутится попадает под машинку под лапку лучше конечно чтобы мы построчили с вами по ярусу строчить будем мы с вами на лапку как прострочить на лапку вы можете посмотреть видео мастер классик когда мы с вами шили штанишки для куклы только не пристрачиваем вот эту вот оборку к первому ярусу почему не пристрачиваем мы сюда будем с вами вырезать поясок для резиночки и тогда мы вместе пристрочим и поясок и оборку и этот ярус и все будет чисто и красиво значит наша задача сейчас с вами прострочить вот эти две вот эту одну оборку прострочить вторую оборочку прострочить удалить все нитки наметки удалить нитки сборки и обметать край кто обметает оверлоком кто обметает зигзагом чтобы вот эти вот ничего не сыпалось и под и внутри в юбке было все аккуратно и красиво так давайте пойдем и все с вами пристрочим на машинке я пристрочила оборки обметала вот смотрите что у меня внутри получилось все чисто аккуратно вытащила вытащила нитки наметки вытащила нитки сборки конечно это долго но нужно набраться терпения и вытащить все эти ниточки как я говорила я не пристрочила только эту оборку сюда мы с вами будем делать поясок сейчас я вам расскажу как мы с вами это сделаем для того чтобы сюда сделать поясок нам нужно с вами вырезать полосочку ткани вот смотрите такую полосочку ткани которая будет равна 18 сантиметров смотрите 18 сантиметров плюс 2 сантиметра припуск на швы вот я вырезала полоску она у меня грубо говоря 21 сантиметр на 18 я поставлю мылом это у меня остаточек был такой кусочек вот 18 сантиметров отмечу здесь я прострочу ну а это все лишнее можно будет так вот срезать оно нам не нужно значит мы здесь сделаем строчку потом мы один край когда уже будет все прострочено разутюжено в разутюжку как в разутюжку это значит вот так должно быть один край мы с вами обмётываем обрабатываем оверлаком или зигзагом и в результате у нас с вами сейчас вам покажу должна получиться вот такая вот заготовка смотрите здесь я прострочила вот видите прострочила сделала в разутюжку шов потом этот один срез я обметала оверлаком и заутюжила эту полоску пополам ширина этой нашей полоски я не сказала 4,5 сантиметра и у нас получилась вот такая вот заготовочка и эту заготовочку мы сейчас с вами приметаем к нашему верхнему срезу самого первого яруса ну и будем как приметывать мы будем с вами не этой стороной которой мы с вами обметали а вот этим срезом необметанным то есть мы с вами этот необметанный шов кладем сейчас я выберу где у меня чтобы была юбочка покрасивее кладем вот лицо кладем сюда лицо на лицо и по кругу мы с вами приметываем давайте приметаем такой наперсточек одену возьму ниточку с иголочкой длинную заправила отрежем лишние хвосты и сделаем узелок сделаем узелочек и приметываем с вами сметываем всегда мы с вами в одну нитку не в две зачем потому что в две нитки сметаем еще будет проблемней нам с вами вынимать и смотрите берем это у нас лицо и здесь у нас вот смотрите здесь лицо и здесь лицо и начинаем выравниваем срезы и по кругу начинаем приметывать наденем так чтобы нам удобно было через этот пояс проденем всю нашу юбку вот так выравняем все срезики мы выравниваем этот отворачиваем и по вот этому срезу складываем ровно со срезом и приметываем все по кругу при метали еще не вот доходим до самого конца уже где у нас делаем закрепку и отрезаем так приметали теперь мы с вами должны прострочить я как говорю что на лапку по не строчим с этой стороны по поясу вот это у нас пояс значит мы будем на лапку строчить не здесь а строчить с вами круговую закрепочка вместе по поясу давайте же с вами пристрочим пристрочили мы поясок убрали смотрите я пристрочила поясок убрали все нитки наметки все нитки сборки и сейчас мы с вами будем его приметывать к юбке как приметываем смотрите вот мы пристрочили вот этот шов притачивания мы от себя отворачиваем от себя сворачиваем наш поясочек по линии которую мы заутюжили и по лицевой стороне по кругу мы с вами приметываем в шов притачивания давайте приметаем возьмем нитки иголки приметаем сделаем узелок и приметаем прямо вот сюда приметаем шов притачивания то есть припуск у нас внутри вот этот припуск который мы сточили он внутри в поясе и мы как бы этим поясом обворачиваем наш припуск все получается внутри и приметываем по кругу там все выравниваем чтобы внутри все было ровненько и все по кругу мы с вами приметываем выравниваем ровно складываем по вот этой заутюженной линией и опять приметаем все по кругу приметаем вот с вами дошли где начинали приметывать все приметали и строчим на машинке мы будем строчить можно пристрочить в шов притачивания можно построчить под краешку это как вы хотите так же можно по краешку тоже делать строчечку чтобы потом внутри когда мы вставим резиночку она с вами не крутилась давайте пристрочим нашу юбочку да еще немножко упустила такой момент когда мы притачиваем пояс нам нужно с вами оставить вот такое сейчас вам покажу вот такое расстояние через это расстояние у нас с вами будет проходить булавочка вот это вроде как булавочка мы сюда будем с вами вставлять резинку и поэтому начинаем строчить по кругу и не доходим ну где-то сейчас давайте измерим посмотрим ну где-то не доходим ну 2 сантиметра для того чтобы вставить булавочку с резиночкой вот поясок я прострочила я его притачала в шов притачивания отстрочила по краю от утежива и мне осталось только вставить сюда резинку здесь у нас все очень получилось красиво нитки я лишнее убрала убрала нитки и то что наметывала и нитки сборки и вот у нас с вами получилась такая вот нежная бело-голубая юбочка для нашей куклы тильды я здесь ставлю резиночку по талии измерю талию и отниму 5 сантиметров и такой длины я отрежу резинку ставлю булавочкой и одену на куколку конечно есть многоярусные юбки более сложные но я вам показала такой более простой который который может шить ну любая рукодельница который имеет навыки шитья на машинке ну средние так что подписывайтесь на мой канал ставьте лайки жмите колокольчик пока-пока удачи вам в творчестве не забывайте подписывайтесь Продолжение следует...